Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я уже очень давно вынашиваю идею приготовить охрененный бургер. Бургер без компромиссов. Да, это не быстро, но очень хочется. Не быстро, потому что булочки готовятся долго. Вернее, ждать пока тесто пройдет все свои стадии долго. А без компромиссов, потому что беру пример с Америки. В этой стране, где бургер является практически национальным достоянием, для вот этих классных, обалденных бургеров берут нифига не дешевое мясо. Важно, это должна быть классная говядина. И жир в бургере, ну или сало, нет, все-таки жир, тоже должен быть говяжий. Вы меня сейчас проклянете, потому что я для своего царь бургера взял парочку вот таких стейков. Смотрите, зерновой откорм, вольный выпас. Смотрите, какое сало здесь. Ну что, у вас сердце кровью обливается? У меня немножко, да. Я вот эти обалденные стейки сейчас спущу на фарш. Прокляну. Пошел нахрен. Но начать следует все-таки с булок. Тесто будет опарное. Именно так можно из муки вытянуть максимум вкусов. Для опары понадобится мука, вода и дрожжи. А для теста готового, получившейся опара, мука, вода, соль, сахар, сливочное масло и сухое молоко. Ну а для бургеров, соответственно, говядина с жирком, красный лук, салатные листья, сыр, чеддер, огурцы маринованные, соль, перец. Прочитайте, короче. Поехали. Для начала дрожжи надо развести в воде. И только затем добавлять муку. Если соберетесь заменять сухое молоко мокрым, помните, что в 100 граммах свежего молока содержится 8,5 грамм сухих веществ. То есть, в нашем случае понадобится 590 грамм молока и 145 грамм воды. Миллилитров грамм. Одинаково, короче. Можно добавлять муку. И вымешивать теперь минуты 3-4. Особенно морочиться с длительностью вмешивания сейчас не стоит. Нужды нет. Ну вот так будет достаточно. Остается накрыть полотенцем, чтобы не пересыхало и оставить бродить часа на 4 при комнатной температуре. Хотя идеальной будет температура 30-32 градуса. За время выбраживания каждые 30-40 минут нужно проводить интенсивную обминку. Дело в том, что дрожжи в процессе удержания деятельности выделяют углекислый газ и сами в нем задыхаются, приходя, соответственно, в анаэробный режим работы. В этом режиме они теряют в эффективности в 3 раза. Потребляют то же самое количество сахара и выделяют в 3 раза меньше углекислого газа. Регулярная обминка позволяет удалить углекислый газ, взбодрить дрожжи, и они более активно действуют, более активно насыщают тесто вкусами и ароматами. Первая обминка. Видите, как сейчас выглядит тесто? Вторая обминка. Третья обминка. Четвертая обминка. И сейчас самое время заняться молоком. Разведу его в воде, пусть стоит набухает. Сахар и соль у меня достаточно крупнокристаллические, поэтому их тоже сразу растворю здесь же. Если добавлять в тесто соль и сахар вот такие крупнокристаллические, не факт, что они достаточно быстро и равномерно растворятся. Поэтому лучше их растворять предварительно. А паре бродить еще примерно час. Ждем. Ну, так она выглядит после окончания брожения. Видите, наконец-таки после подъема опара стала проседать. Значит, готово. Остается добавить все остальные ингредиенты и можно вымешивать. Молоко с солью и сахаром. Размягченное сливочное масло. Муку сюда. И оставшуюся по рецепту в воду. В этот раз надо вымешивать достаточно энергично. Минут 10, если в комбайне, и 15-20, если руками. Не ленитесь. Для того, чтобы ваши булки были пышными, нужно, чтобы тесто могло, имело возможность, способность удерживать хорошо углекислый газ. А оно это способность пообретает тогда, когда глютеновый каркас хорошо развит. А он, в свою очередь, как раз таки развивается именно от энергичного вымешивания. Поэтому не ленимся. Вот такой результат. Супер. Надо до теста подняться. Это займет примерно час-полтора. Можно приступать к бургерам. Но сначала я растоплю печь. Бургерам. Было. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Котлеты можно формовать и вручную, но мне подписчица из Америки прислала вот такой подарок Пресс для бургеров Смотрите какой Ими воспользуюсь Чтобы было проще, вырежу кружочки из пергамента для вытачки Продолжение следует... Готовым котлетам нужно дать в холодильнике полежать хотя бы час, лучше полтора, то и два За это время разрушенные во время измельчения мяса связи в котлетах восстановятся Они станут такими более плотненькими Лучше будут держать форму и меньше разваливаться при тепловой обработке Вот так выглядит готовое тесто Видите, как поднялось? Отлично! Настало время формовки булочек Очень важно правильно сформовать булочки Это делается так Обтягиваю их Тесто упругое сопротивляется вот этому обтягиванию, как будто резиновое Это работает как раз-таки тот самый глютеновый каркас Отлично! Теперь их надо расплющить Вот так И накрыть чем-нибудь, чтобы поверхность не пересыхала Я за время формовки выдавил из них углекислый газ Они сейчас плоские, нужно дать дрожжам время поработать и снова их поднять Процесс называется расстойка Минимум час Час 10, час 20 лучше Дно печи надо чистить от пепла Сначала щетка, затем уже смоченный в воде тряпкой Приступим! Обрызгиваю водой из пульверизатора Посыпаю кунжутом И теперь можно в печь Такие булки прекрасно пекутся в обычной духовке Температура 200-220 Время выпечки зависит от размера булок и реальной температуры в них Конечно, в идеальном варианте выпекать нужно на раскаленном камне Ну или, по крайней мере, на предварительно раскаленном противне Следите, чтобы не сжечь А теперь им надо остыть Сейчас в булках слишком много влаги И пока булки горячие, эта влага активно испаряется Отчего мякиш становится более воздушным, более легким таким, классным и пушистым Если прямо сейчас резать, то под ножом мякиш начнет так склеиваться Это не очень хорошо Да, я прямо сейчас одной булкой пожертвую И вам покажу Вот А после остывания такого не будет Так что ждем остывания Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, как мякиш выглядит сейчас Ну, совершенно другое дело А вот для сравнения предыдущий Начнем процесс обжарки Гриль уже разогрелся Все отлично Но я хочу опробовать вот эту штуку Купился на рекламу в магазине Это такой коврик Специально для жарки на гриле Очень хочу опробовать Вот сейчас я увижу, стоит он своих денег или нет Хотя, конечно, копейки, что-то я 10 или 12 евро за него заплатил Субтитры сделал DimaTorzok 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 Видите, какая башня получилась бургерная Огромная, здоровая, с толстыми котлетами И... Сорвется С толстыми котлетами, очень сочными Этот сок, наполовину, конечно, из жира состоит У меня хорошая знакомая работала в Макдональдсе, она говорила, что для того, чтобы получить вкусный бургер, нужно сказать волшебную фразу Котлету не сливайте, то есть не выдавливайте из нее жир, тогда она получается сочная Вот в данном случае ничего с ней не сливалось Дайте уже попробовать Это классные котлеты Они за счет жирности своей Очень сочные, очень классные И, конечно, львиная доля жира вытопилась Вы видели, сколько их текло По вот этой вот По этой пленке По этой ткани Стеклоткани, наверное Это классная штука Если бы без нее Я бы готовил наверняка Жир капал бы обильно на угли И тогда Там все полыхало бы, они могли бы сгореть То есть штука удобная Ну, даже без нее можно справиться Слушайте, я очень хочу ее съесть Это очень классные котлеты И классные булки для бургеров С очень легким Но явно чувствующимся молочным ароматом Очень мягкие, очень нежные, очень пушистые И они небольшие То есть это не вот эти вот здоровенные булки огромные Где много-много хлеба и мало-мало мяса Здесь много мяса И мало хлеба Это классно Короче, готовьте такие штуки Готовьте такие бургеры Не обязательно, конечно, брать такое Дорогое мясо Но с говяжьим жиром И у вас получится вот такая вот еда И да, я осуществил свою Вот эту мечту О бескомпромиссном бургере Завидуйте Спасибо за компанию Напоминаю Промокод Фреска Позвольте вам сэкономить Вот на таких классных ножах самбура И на других Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!